всем привет дорогие друзья с вами джокер и мы продолжаем все таки строить iphone 5 я все таки продолжу устроить я нашел карту вот дай мне много в личку писали в к что давай продолжай строить там такой вот ну я решил так сказать продолжить постройку iphone а я уже если честно не помню даже что я тут уже делал на чем я тут останавливался так ну вроде бы все здесь стоит так что я помню что последний раз я делал риса дисплеев то есть это где-то у нас сейчас посмотрим с той стороны есть 10 до вот он риса дисплеев то есть вот у меня здесь вот каждый дисплейчик будет у меня ресетиться походу я уже не помню сейчас намного посмотрим так сейчас так 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 давайте наверное сейчас сделаем чтобы у нас не от рычагов воронки блокировались а вот наших от того чтобы ну вот мы включили кнопку вот там наверху и у нас разблокировались вот эти вот воронки так что давайте все таки наверно это мы и сейчас и сделаем так посмотрю как у нас тут будет это все устроено так получается здесь да все таки сейчас мы сделаем вот так пишем команду так давайте 50 надеюсь хватит даже это мне кажется много будет вот прям впритык так теперь мы делаем так на каждом нашем дисплее так 150 так стоп что здесь ага я понял значит здесь будет просто проходить у нас репиттер это будет конечно неудобно ну что поделаешь придется там ставить наш репиттер так мечта не выделюсь она попробуем стаканом дал мне выделюсь что у меня в чат только не написал так и здесь тоже самое делаем так так ой вот так и 150 стоп 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 что-то я не то сделал так вот получается у нас здесь есть линия да вот она вот тут у нас будет идти вот так так сейчас разве тут сделаю везде такие вот такие вот линии и это все помню какие дела на старой карте это я все делал конечно на съемку я могу даже рассказать историю почему я решил забросить постройку айфона потому что потому что я заснял серию ну многие конечно не знают почему вот я заснял серию по постройке айфона и оказалось что у меня слетели настройки микрофона полностью и у меня просто бандикам не записал мои все пояснения в общем так и я решил у меня жутко бомбануло то что там очень много сделал то есть я сделал уже полностью подключил переключение дисплеев полностью вот эту всю билиберду это все сделал и у меня просто-напросто все мои труды так сказать как под хвост ну я решил забросить как я уже сказал этот проект но все-таки мне как многие писали в личку давай снимай уже все равно давайте типа продолжай вот я так подумал и решил что все таки я наверно продолжу снимать постройку айфона как не хоть и уже без вот тех частей то есть все заново то есть не полностью а именно с того момента до которым я остановился со второй серии вот так значит мы здесь ставим вот такую вот билиберду теперь здесь мы ставим так и тут мы ставим вот так ставим так и пишем 150 вот так вот примерно у нас должно это путь всего убираться так теперь мы значит везде здесь ставим красный факел а стоп что тут не то вот так и вот так вот так и вот так давайте еще тут так что этот по ходу везде неправильно до поставил так ну и тут не нужно значит устанавливаем наши красные факелы подлагивает немножко сейчас я не туда зашел поставлю на 14 опять провогнет и по идее должно быть нормально значит устанавливаем наши красные факела вот таким вот образом вот и здесь везде тоже устанавливаем красные факела так у нас когда получается мы будем включать нашу кнопку у нас просто-напросто будут наши воронки разблокироваться и у нас как бы начнет мигать курсорчик так ой вот так вот так так и вот так все теперь нам осталось получается только провести редстоун то есть соединить вот эту всю ерундень и все значит мы сделаем это дело вот так получается у нас там сколько дисплеев один так стоп сколько у нас дисплеев в одном ряде один-два-три-четыре-пять-шесть-семь семь дисплеев получается шесть раз нам нужно скопировать вот эту штуку получается так шесть вот кстати да то что вот делал канал Elite Club Assassin's у них iPhone у них iPhone получился намного меньше то есть у них очень мало дисплеечка ну как мало то есть у них в одном ряду было по-моему дисплея четыре у меня их в одном ряду получается один-два-три-четыре-пять-шесть-семь то есть семь дисплеев в одном ряду у меня получается это довольно таки компактный дисплей их можно кстати размещать очень близко друг к другу и тут будет оставаться еще место там что-то сделать вот как мы сейчас собственно говоря делаем значит 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 тут мы делаем ага ага у нас получается здесь сделаем вот так значит стак 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 проверяем все ли там правильно стаканулась ой так тут все нормально тут все нормально нормально так так тут тоже все нормально так сейчас я одну проверю да все все хорошо настройки настройки микрофона не слетели это и так чисто проверить то мало ли так блин что это такое ладно вот так так здесь все нормально получается получается думаю работать будет да работать будет так значит тут мы сделали тут мы тоже сделали а внизу да только что я уже что начал путаться и давайте теперь а все что ли а внизу здесь еще нужно сделать читаем так ставим так нет ставим вот так теперь ставим вот так вот так и стак 6 и и и ой 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 вот так нет все таки лучше будет вот так скопировать вот так я думаю стак 6 ладно помидо а если я скопирую вот так стак 6 так будет просто ну это нам нужно собственно говоря значит мы тут просто поздно поздно возле репитера поставим блоки и все так что у нас здесь ага у нас здесь так ну и тут все нормально ставим значит наши красные факела сюда и здесь нам нужно установить инвертор инвентар точнее чтоб у нас наши воронки замкнулись все теперь осталось дело за малым то есть нам нужно эээ вот провести здесь ой что то не то я сделал ой ой так поставить компаратор забираем поставить здесь вот так репитера так теперь вот блин неудобно ладно сейчас мы вот сюда подлетим и все это дело мы быстренько ой тут вообще как то не непонятному стоп ну ладно пусть давайте сделаем так ой 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 чтоб все было ровненько мы эээ вот здесь где стоит redstone просто замес redstone ой поставим репитеры мышка лаганула поставим репитеры везде чтобы было проще нам так значит там стоит тут тоже нужно поставить везде так репитеры блок ставим тоже тут наши блин репитеры да кстати народ еще хочу вам кое-что сказать я так думаю что я буду делать новую рубрику на своем канале вот какие-то постройки эпичных схем каких-то механизмов эпичных вот наподобие того же самого айфона то есть там какие-нибудь может компьютеры макбуки я не знаю что-нибудь вроде такого плана если вы хотите чтобы эта рубрика была то пишите в комментариях и предлагайте свои идеи насчет новых эпичных устройств вот и мы то есть я их буду строить вместе с вами так что у нас тут у нас тут ой-ой-ой-ой так у нас тут нормально так тут тоже выставляем наши репитеры блин репитеры тут тоже выставляем репитеры тут тоже выставляем репитеры так ну вот так так и последний у нас здесь три репитера и редстоун так внизу у нас все там стоит да внизу у нас все подключено получается сейчас мы еще раз проверим так тут подключено дальше тут подключено и тут подключено все все дисплей дисплейчики подключены давайте теперь уберем эти рычаги они нам не нужны уже здесь то есть у нас теперь все будет делаться автоматически как только мы включим нашу вот эту всю схему у нас заработает наш курсорчик вот и также еще нам нужно будет сейчас я вам расскажу про перемещение самого курсора как это все будет осуществляться вот и следующая серия у нас будет уже будем делать нашу клавиатуру то есть подключать клавиатуру значит так здесь включим так сейчас я еще раз кое-что гляну сколько я там уже снимаю окей значит что мы дальше будем делать сейчас я вам расскажу про вот такой вот механизм это сдвиговый регистр основанный полностью на воронках и на дропперах которые будут перемещать дроп на позиции определенные так сейчас я вам расскажу как это все будет осуществляться то есть смотрите когда мы будем включать нашу систему у нас вот там вот будет создан ну где-то вот сейчас я возьму компас чтобы было мне проще перемещаться так вот то есть у нас вы ее ее что я сделал зачем я это сделал ну ладно ой что у меня залагало жутко так как так что у нас тут вот ага у нас тут выключено все что-то давайте еще раз включу посмотрим да когда оно у нас получается ой 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 как же лагает а все у нас тут выключено а здесь нужно наверное просто обновить наш сигнал так да вот они компаратор тут сработали почему-то я не знаю почему ну ладно это баги сервера багета так что в этом нету ничего страшного это потом в одиночке исправится в общем вот тут под кнопкой у нас будет расположена расположен командный блок то есть давайте сразу я его поставлю так где тут командный блок вот он у меня уже есть вот то есть вот тут у нас будет расположенный командный блок в котором будет такая команда так сейчас чуть-чуть спущусь вот которым будет вот такая вот команда на подачу на подачу вот ну то есть когда мы будем нажимать на включение у нас вот это у нас получится нулевая позиция вот курсора то есть у нас переместиться вот сюда на позицию на первую позицию вот то есть на единичку и у нас получается включится пода блин что же такое подастся сигнал на дисплей 1 где у нас там дисплей 1 вот у нас дисплей 1 то есть у нас он подастся вот так сейчас куда он тут у нас подастся я уже не помню а стоп-стоп-стоп-стоп-стоп у нас он подастся вот сюда нет стоп стоп-стоп-стоп-стоп-стоп ммм University High School uaryillo он подастся я уже забыл если честно так это backspace ага вот сюда у нас подастся вот на вот этот дисплей также там я уже если честно не помню как я делал там все это дело значит да вот дисплей 1 даме да вот туда вот подастся на сигнал и получается у нас на компараторе будет выводиться долгий сигнал вот тем самым разблокирует воронки для backspace и для вот поступление сигнала при нажатии на кнопку у нас просто на дисплей появляется буковка и на каждой кнопке еще будет дополнительный командный блок который будет у нас все так сказать подавать сигнал чтобы этот командный блок подавал у нас сигнал на перемещение нашего курсора так сказать и у нас будет дисплей так поочередно переключаться вот ну в общем вот как то так я объясню не знаю понятно или непонятно ну что же давайте теперь наверное построим данную схему так все это все ок давайте я вам все-таки расскажу как ее построить так давайте чуть вверх поднимемся вот так и так если я если честно я уже не помню как я это строил все так было очень давно ну ладно так возьмем тропер возьмем воронки и факелы то что нам пока что нужно значит ставим вот так дропер ставим вот так давайте на несколько позиций сделать вот то есть вот так дроперы и в них ставим воронку вот таким вот образом теперь так у меня нету да значит берем компаратор так что мне не нужно тут пока что красный факел не нужно ставим вот так вот блоки вот таким вот образом и ставим здесь компаратора это у нас будет наш вывод сигнала то есть здесь у нас уже будет идти расположены командные блоки то есть вот таким вот образом да кстати я забыл вам рассказать когда у нас будет то есть действие назад происходить у нас будет подаваться уже на этот сигнал на этот командный блок сигнал тем самым у нас разблокируются нижние воронки они заберут дроп дроп вот с этой воронки вот ну с этого с этого дропера допустим да и переместят его вот сюда вот вот сюда вот на эту воронку и здесь уже у нас она приместится в дропер естественно дропер выплюнет и она переместится на позицию назад а вот этот командный блок нужен для того чтобы просто стереть то что у нас написано на дисплее все принципе это схема такая самая простая простенькая что запинаюсь вот лично ставим так командные блоки берем красный факел вот таким вот образом дальше делаем теперь систему которая будет у нас собственно говоря забирать наш дроп есть честно я я уже не помню какие видео сейчас я буду иногда подглядывать так значит ага все 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 я вспомню я вспомнил ладно ставим сюда воронки снизу ставим по моему так дропера то есть вот так или так мнение все верно все верно я делаю еще что-то помню так значит выставляем у нас вот так вот блоки просто вспомогательные такие так ставим вот таким вот образом дроп дроперы я сказал вот таким вот образом так теперь так 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 значит берем вот это мы убираем вот так и здесь тоже убираем и давайте теперь вот так вот сделаем то есть вот у нас воронки будет расположены вот так то есть вот что сделали вот такую фигню мы сделали и теперь нам нужно сделать так чтобы у нас как-то дроп возвращался то есть мы ставим еще здесь дополнительные блоки вот таким вот образом ставим здесь компараторы потом мы ставим здесь блоки и ставим так по моему если я не ошибаюсь это выглядит вот так сейчас я посмотрю даже ага нет не 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 но значит вот таким вот это все образом будет делаться только я не пойму почему а все 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 правильно все правильно я делаю значит мы тут делаем все как я сейчас то есть вот так вот выставляем наши блоки вот таким вот хитрым образом выставляем наши блоки так тут мы ставим кусочки редстоуна а здесь мы ставим репитеры на какую-то там задержку так она какую задержку на задержку в один клик вот все то есть вот что у нас получается так да все правильно сделал ну и здесь естественно блоки стали а где у нас даже не блоки а командные блоки то есть вот что у нас должно получиться ой ладно то баги сервера баки китай ты что ж такое то ладно возьмем из толку и там есть окей а и 137 вот так и вот что у нас принципе получается теперь делаем такую вот схемку простенькую то есть ставим везде так блоки полностью линии и под нашими воронками ставим красный факел а и здесь мы ставим вот так так же самые блоки такой вот как бы платформочкой так и ставим сюда репитер и все в принципе готово ну и входы и тут в принципе просто то есть нам нужно будет а когда еще то есть вот мы ставим так вот наши так сказать блоки сюда мы ставим репитеры и сюда мы ставим редстоун все в принципе схема готова то есть мы ее даже можем протестировать так то есть вот мы допустим давайте положим один командный блок то есть вот у нас сейчас тут горит теперь уже тут горит и давайте протестируем переход назад вот у нас перешел назад дробь то есть это самый такой оптимальный так сказать и компактный этот как бы блин как же он называется я уже уже забыл только же недавно говорил в общем неважно так теперь давайте забьем в командные блоки вот таких команд я возьму их отсюда то есть вот в командном блоке который под вот этим блоком у нас должна быть команда скорборд teams адд дисп 1 даме контрова контрол c и вбиваем эту команду контрол в везде то есть вот во все командные блоки так и вот так теперь мы изменяем параметр дисп 1 до дисп 2 и так сколько там у вас дисплеев так дисплей 3 и дисплей 4 то есть вот так вот так теперь этот командный блок у нас будет отвечать за рему в дисплей 1 то есть мы нажимаем опять же контрол а контрол c но это я конечно то есть в этом в этом командном блоке теперь должна быть команда скорборд teams рему в дисп 1 то есть мы опять же вводим эту команду везде и изменяем параметр дисп 1 на дисп 2 и так далее дисп 3 и дисп 4 вот так ну и в этом командном блоке который у нас здесь расположен у нас должна быть команда вот такого назначения контрол а контрол и скорборд объектив санды бэк спейс 1 даме то есть мы опять же вводим эту команду везде и изменяем параметр бэк спейс 1 до бэк спейс 2 и бэк спейс 3 вот так теперь мы подключаем вход то есть где у нас будет вход находиться наши нашей системы то есть у вас он будет находиться то есть моем случае он находится здесь так это мы выбираем точно также выставляем наши блоки то есть такой вот платформой тут мы ставим вот так два компаратора и вот тут репитер теперь мы берем опять же командный блок вот так мы их выставляем так ну можно принципе так это без разницы выставляем командный блок ставим здесь наш красный факел сюда мы ставим репитер и потом вот так вот ставим такую то есть делаем мигалку чтобы эти командные блоки у нас обновлялись постоянно так пока что и выключим и вот на сброс у нас должна быть команда вот такого назначения то есть скорборд объектив стримов бэк спейс то есть это просто удаление и здесь у нас должна быть команда которая так ну такого тоже назначение скорборд объектив стримов айкаун 2 ну у меня такая принципе команда я не знаю какая там у вас если конечно стройте вместе со мной iphone вот нажимаем дом и все в принципе у нас должно работать ну так как я нахожусь на сервере она у нас пока что работать на сервере не будет вот ну можем проверить то что у нас вот все то есть назад возврат назад и наоборот продвижение вперед работает нормально в общем на этом все и основано так сейчас я еще раз гляну сколько я уже снимаю вот так давайте теперь наверно эту схему мы запихнем в наш собственно говоря ой что-то сломал давайте запихнем эту схему в наш айфон так 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 у меня как я уже сказал запихнем эту схему в наш айфон так значит 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 так и теперь нам нужно 1 2 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 до 7 22 то есть у нас здесь 22 блока это примерно у нас середина будет где-то вот здесь где-то вот здесь у нас середина приблизительно да где-то тут значит мы становимся вот на этот блок даже вот на этот вот так и на и вводим команду копии все мы скопировали нашу схему теперь летим наш айфон отсчитываем то же самое середину ну насколько я знаю это середина вот этой вот штуки так 13 блоков да я если честно ничего не вижу мне отсвечивает жутко солнце в монитор светит я нифига не вижу так что я тут натворил же так проверяем сколько здесь блоков так и сколько здесь полков 6 все верно середина у нас получается здесь мы значит становимся вот сюда шиньки даже можно ниже еще где-то вот тут разместить наш так сказать блин как же что называется его сдвигаем регистр вот я вспомнил наконец-то становимся сюда и пишем вас те ой что там тут не то да тут не то что пишем бунда значит мы мы становимся так вот у нас да это фигня получается мы становимся вот на эту фигню вот так прям вплотную и пишем пасте все так нет 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 все таки нужно вот сюда становиться было пишем пасте пишем пасте пишем пасте все вот теперь все идеально так тут у нас не затрагивать схему нет 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 написали вы к да тут у нас не затрагивает схему так рычажок пропал назад поставить это все конечно будет автоматически Вот так И здесь у нас тоже Мы это все сделаем Так, это тоже убираем Ой, кроме, конечно, вот этого Здесь тоже нужно вот так поставить Все, на этом, я думаю, я закончу пока что В следующей серии мы уже подключим наш Вот этот вот сдвиговый регистр К системе полностью включения То есть у нас все это будет работать И начнем, не знаю, может, как будет время Начнем, может, клавиатуру делать Я не знаю, в принципе, как там, сколько время будет Сколько времени у нас, конечно, останется Вот, ну что ж, всем спасибо за просмотр Подписывайтесь на канал, ставьте лайки С вами был Джокер Всем удачи, всем пока Субтитры сделал DimaTorzok